Всем привет! Меня зовут Кирилл Рожковский. Это первая запись видеоблога хроникопитирующего стартапа. Кратко пишу о чем собственно я в этом блоге буду рассказывать. Четыре года назад я начал делать один стартап, который называется omiconv.ru и в принципе его можно до сих пор увидеть по этому адресу, но год уже не поддерживается. И стартап, к сожалению, пришлось закрыть год назад по разным причинам, о которых я в том числе расскажу. Это одна из целей моего блога, но задача, которую я перед собой ставил, когда вот стало понятно, что с ним ничего не получилось, это сделать такое что-то вроде post mortem, как это принято на развитом западе, написать большую статью, в которой бы я писал историю развития стартапа и причины неудачи, скажем так, какие выводы можно сделать. Даже договорился с фирмы.ru предварительно о публикации материала, но к сожалению, как это и часто бывает, все когда касается написания какого-то текста в большом объеме. При том, что мыслей очень много и в общем эти выводы они уже давно сделаны, их не надо делать, сидеть на них, карпеть. Руки не дошли. Прошел год, я понял, что видимо уже не дойдут, потому что пишется, к сожалению, сложно, а собственного биографа или журналиста, с которым можно работать, он для меня все рассказывал, описывал по моим словам, а у меня нет. И поэтому я посетил идею о том, чтобы не изобретать велосипед, попробовать новый формат видео. Собственно, вот такова цель. Я надеюсь, что буду выходить в эфир более-менее регулярно. Я думаю, что будет минимум 10 выходов, там 5-10 минут каждый. Достаточно много опыта получил, создавая этот стартап. О чем, собственно, позже. И надеюсь на некий интерактив, потому что часть вопросов, которые могут возникнуть те, кто будет меня смотреть, я даже не могу предположить. Поэтому приветствуются вопросы в комментариях к видео. Соответственно, постараюсь на них максимально отвечать. Может быть, даже буду посещать какие-то выпуски отдельно ответные вопросы. Итак, собственно, про сам стартап. Проект MyCorp изначально задумывался как система знакомств на деловых мероприятиях, которая выросла в свою очередь из идеи знакомить людей. Это то, так называемое сейчас очень популярное направление. У меня сейчас есть несколько лет. Это social discovery. Вот. Но идея у меня появилась где-то в конце 2000-х, по-моему, в 2007-м. Да. Начнем пытался ее даже делать. Но она была про знакомство людей именно в... не в деловом смысле слова знакомства, а развлекательным. То есть, сделать такой плагин, сервис как плагин продолжение социальных сетей, но в офлайн. С помощью мобильных телефонов написать специальное приложение, которое вы показываете, кто находится рядом и позволяет тебе с ними знакомиться. И также я видел в этом сервисе некую полезную функцию осуществления, так называемого, роуминга. Кросс-платформену. Потому что в 2007-м году был ЖЖ активен еще. Facebook в России был не очень популярен пока. Были еще другие блок-платформы с достаточно большим количеством людей. Вконтакте очень активно развивался. Плюс тогда уже были популярные платформы для знакомства. Мамбо, LovePlay и так далее. И я видел как раз возможность в том, чтобы с помощью приложения мобильного объединить людей, которые из разных источников. Когда они находятся в офлайне, они, в общем-то, находятся в одной среде. И приложение должно было стать таким объединителем. Идея была в том, чтобы находить людей по их расположению. То, что сейчас называется геосервис. Тогда еще айфон толком и не был. Я подумал о том, чтобы это сделать на базе существующей тогда платформы. Это Symbian. Прояву, честно говоря, я был милен. Windows Mobile, как он назывался тогда. И, собственно, исследования, кто находится рядом, делают через Bluetooth. Были похожие сервисы, экспериментально сделанные за границей. Не как коммерческий продукт, а, скорее, исследовательские работы. Это вдохновляло на подвиги. Собственно, в 2008 году, когда начался кризис, потенциальные партнеры отказались участвовать. Социальным сетям продать-то не получилось. Я эту идею похоронил. И скопал ее заново уже в 2009 году, когда встретил людей, которые сделали что-то похожее на коленки студенты. Был такой проект MyRange. С которыми договорились о сотрудничестве. И в процессе, скажем так, бизнес-девелопмента идеи, стали искать идеи по поводу того, каким образом можно это быстро монетизировать. Потому что было очевидно, что заработать на дейтинге очень сложно, учитывая некие холодные отношения к этому владельцев аудитории больших, с которыми хотелось сотрудничать. Ну, как бы, достаточно много нужно было усилий приложить, чтобы приложение стало более-менее популярным. И в процессе этого обсуждения возникла как раз идея. Я тоже такие мысли были. И у ребят были. Мы как-то вместе озвучили. И стало понятно, что есть хороший коммерческий потенциал, как нам казалось тогда. Это делать приложение конкретно для отделовых мероприятий, где очевидно интерес у всех участников знакомства. Достаточно сильно улучшает вообще, может сервис улучшить эту ситуацию. И приложение там, да, и какое-то там расширение в виде веба. Вот. И что мы делаем этот сервис как коммерческий, зарабатываем деньги, откатываем там какие-то шишки, собираем первые. В общем, делаем что-то более-менее. Ну, как бы, этот сервис должен был развивать и быть двигателем развития платформы именно технологии знакомства, да. И на ее основе уже, на выручные деньги или там как-то еще, строим, собственно, развлекательный сервис, который должен был быть максимально масштабнее. Вот. Это был 2009 год. Потом мы с ребятами расстались. Каждый пошел делать по-своему. Вот. Этот сервис, то что немножко разошлись видения и роли, в первую очередь, в проекте. И, собственно, начиная с 2010 года, я стал заниматься этим проектом, ну, большую часть времени. У меня еще был другой проект тогда. Тогда я уже не работал в Upstart активно. Я занимался, там, бывшие выступления на конференциях, там, помогал по PR-у. Вот. Product development. Вот. Был еще один проект, который я закрыл весной 2010 года. Параллельно, ему делал, собственно, вот, Омайко. Так назвал проект. Который должен был стать платформой для бизнес-нетворкинга, как это называется на Западе. И давать дополнительные сервисы, кроме, собственно, общения. Потому что конференции приходят не только пообщаться, но и не столько пообщаться, в зависимости от региона и тематики, но и послушать. Ну, и часть сервиса видела с дополнением, как бы, контентом. Работа со расписанием. Какие-то, там, простые штуки. Вот. Поскольку у меня есть, уже был на этот момент, опыт достаточно, на мой взгляд, печальный, в плане неправильного выбора рынка, то есть, чтобы было понятно, в Upstart это сейчас мобильная рекламная сеть номер один в СНГ. И он давно уже такой является, таким лидером. Вот. Но идея и, собственно, сам проект, который был в идее сильно больше, чем просто мобильная рекламная сеть, там, ну, я планировал создать целую систему мобильную. Вот. Я ее запустил в 2004 году. В 2005 году мы сделали запуск портала, а в 2006 году начались первые тестовые запуски мобильной рекламной сети. Так вот, когда в 2008 году, если не ошибаюсь, Google купил нашего конкурента глобального, AdMob, вот. А Apple купил AdWire, по-моему, если не ошибаюсь, он так назывался, AdWire. Соответственно, за там 800 миллионов долларов и за 400 миллионов долларов, да. А в 2008 году, в 2009 году, точнее, я общался тогда с инвесторами, с инвестиционными фондами, достаточно именитыми в России на тему привлечения денег в Upstart. Я от них услышал, что они не верят в этот, то есть в тот же год. Услышал от них, что они не верят в этот рынок здесь. Ну и, собственно, сам видел, как это вот 4 года с момента запуска прошло, и как развивается рынок, какой у него есть потенциал, и какие есть горизонты для развития, и вообще, и по скорости. Стало понятно, что рынок, в общем, я выбрал не тот для идеи. И эту ошибку я второй раз допускать не хотел, поэтому изначально MyConf я видел как сервис для глобального масштаба с первых дней, когда я о них размышлял. Ну, соответственно, и небольшой мониторинг интернета в западных показал, что таких сервисов не так много, там буквально несколько штук было на тот момент, и они все были с какими-то очень серьезными косяками, которые позволяли надеяться на то, что... И, кстати, да, все были без мобильных приложений в тот момент. У них только веб-версия была и мобильная версия. Что давало надежду на то, что с моими идеями, которых я не видел нигде, можно будет занять на этом рынке заметную долю и заработать, соответственно. Вот. Ну и такая идея появилась. Уже был немного научен опытом предыдущего проекта по вопстарту и тем, который закрыл, что делать. Поэтому была цель сделать быстренький MVP, там за буквально 3-4 месяца запуститься, получить, сделать первые продажи до запуска еще, чтобы уже были готовы, была готова почва. И посмотреть, как это будет двигаться. Вообще, стратегический план был такой, что мы в России сейчас запускаемся, собираем обратную связь, полируем самые большие проблемы. И потом поднимается раунд для того, чтобы это сделать. Не поднимается. Тогда это было не принципиально. Потому что я надеялся, что обратная связь с рынком, которую я успел собрать, а их реакции, к сожалению, было немного. Это как раз одна из вещей, ошибок, которая была допущена, что обратная связь была, но она была, скажем так, у друзей. Не было такого, что мы обошли 100 компаний сразу. В процессе разработки получили они обратную связь. Там было 3-5 организаторов, которые положительно отнеслись к этой идее и даже были готовы платить. То есть модель монетизации сервиса была такая, что организатор оплачивал этот сервис, предоставление этого сервиса своим пользователям. А вообще сам сервис предоставил модель SaaS. Вот. И мы получили обратную связь. Сделали несколько запусков. Даже коммерческих сразу же. Опять же, вселил надежду. Так вот, по поводу и поднимать, и не поднимать деньги. Это зависит от того, как он будет продаваться здесь. Типа, если он плохо продается, не так быстро, чтобы окупать команду, то мы привлекаем еще один раунд здесь. На него доделываем продукт, делаем его прямо идеальным. И после этого поднимаем деньги для выхода на западный рынок. Это было в первую очередь Америка. Европа как второе место рассматривалась. Ну, собственно, вот эта стратегия, продукт развивался. И все, кстати, надо сказать, что он все время, что мы занимались фанрайзингом, я занимался фанрайзингом, да, все это время стратегия была именно такой. Мы никакого не скрывали, озвучивали прямо планы. Озвучивал я планы, как это все должно быть, когда нужны деньги, для чего нужны деньги. И, к слову, сказать, что инвесторы, с которыми я общался, например, до 2012 года, ни разу, ну, я пообщался практически со всеми, не сказали мне, что эта идея порочная. Они говорили, что да, будет трудно поднять деньги, потому что ты из России, собираешься работать в Америке и так далее. Но тот факт, что сама по себе эта концепция, план, как бы он показал практикой не очень работающей, не только моя за последние пять лет, что я увидел. Вот. Я этого, к сожалению, на 12-й год ничего не слышал. Ну, и поэтому вот с этой уверенностью я начал развивать проект. Развивал я его на свои деньги. Соответственно, да, план был такой, что там через где-то год после начала работы, там, 9 месяцев, поднимается еще один раунд. И потом поднимается, наверное, еще один. Сразу большой, на котором можно выходить на запад. Или промежуточный, с которым можно будет уже показать хороший трекшн. Вот. И с ним поднимать деньги уже для выхода на запад. Вот. Собственно, первая ошибка, которая была сделана в проекте, которая потом, через несколько лет толкнулась, заключалась в том, что для разработки проекта я не привлек профессионалов. Ну, прямо от уровня, я не знаю, технического директора, кого-нибудь или ведущего разработчика и так далее. Вот. А, кстати, скажу, что все проекты свои всегда, до последнего времени делал один. То есть, у меня были деньги, или я их находил. Обычно у меня были деньги, на которые я начинал делать какой-то прототип. Вот. Нанимал, собственно, эти деньги людей. То есть, у меня в команде никогда не было людей, партнеров, которые отвечают за какие-то специализированные области. Я вот эти, как бы, лакуны, которые сам не могу делать, я не программист. Вот. Я закрывал их с моими сотрудниками. Ну, естественно, всегда был подход, чтобы потратить денег как можно меньше. Тогда, ну, то есть, поскольку, особенно, когда знаешь, сколько есть денег, до следующего шага, да, сколько есть времени, то стараешься по максимуму экономить. И вот ошибка, которая была сделана, в первую очередь, то, что с самого начала в команде не было специалиста технического уровня, хотя бы медла. Вот. Был найден студент, достаточно толковый, посажен в штат, который работал. Это первая. Вторая вещь, что отсутствие специалиста хорошего уровня, также не было компенсировано, не знаю, договоренности о консультации кого-то подходящего уровня. То есть, в принципе, если ты не можешь нанять дорогого программиста себе, вот, найми того, кто может регулярно смотреть на его результаты, там, за деньги, или бесплатно, или партнером, неважно. Вот. И контролировать качество. Чтобы при последующем масштабировании те решения, которые были заложены во время создания MVP, негативно не влияли на, собственно, развитие скорости разработки и так далее. Вот. И, как незабавно это звучит, но большинство стартаперов говорят о том, что, ну, тех, кто добились успеха, что, ребята, забейте, типа, на технологию, делайте, как делайте, на коленке и так далее. Когда деньги попрут, вы, значит, там все быстро перепишете. Это лучше, чем, мол, изначально пытаться сделать все идеально, потому что вы потеряете время. И я с ними здесь соглашусь. В том плане, что идеального делать вообще ничего не надо идеального делать. Не пытаться, вернее, делать идеально. Но не соглашусь в том плане, что совсем небрежно относиться, как бы, к качеству продукта, да, выборе технологий, платформы, фреймворка, там, базы данных и так далее. Тоже не стоит. И желательно привлечь к этому вопросу людей квалифицированных, даже если они стоят дорого, чтобы они определили выбор, выбор сделали за вас фактически, что использовать, чтобы не пришлось потом действительно тратить на это месяц человека-часов, человека-месяцы, деньги дополнительные, да, там, и терять скорость. Вот. Скажу так, что проблемы, которые были заложены при запуске проекта, аукнулись только через два года. До этого все было более-менее ничего. Вот. На этом, пожалуй, сегодня все. Следующий шаг, следующий выпуск я посвящу тому, как мы сделали первый пивот. Если кратко говорить сейчас, то анонс небольшой, то запуск мероприятий, ну, на, там, мы запустили, по-моему, на пяти мероприятиях, заработали первые, там, не знаю, 10 тысяч долларов, там, или 8, по-моему, было, показал, что интерес к сервису есть со стороны пользователей. Ну, а, как бы, этот сервис, как вы уже, наверное, поняли, он был долголовым, с маркетплейс какой-то стороны его назовем, потому что сейчас это называется B2B2C. С одной стороны, мы услугу продавали корпоративному клиенту, это были организаторы мероприятий, которые нам платили. А сам сервис предоставлялся их клиентам. Мы выступали неким посредником, который обеспечивал функциональность, которую сами организаторы сделать не могли, потому что это не их специализация. Вот. И выводы, которые я сделал на основе первых запусков, то интерес со стороны пользователей есть, он огромный. Действительно, всем хочется этим пользоваться, люди пытаются пользоваться, насколько им позволяет их устройство. Вот. Потому что приложение было сделано для Windows Mobile и Java. Вот. Symbian мы написать не успели, потому что слишком дорого было. Ну, Java вроде работала на этом Symbian. И мобильный сайт, простенький. Вот. Но со стороны организаторов интереса к этому сервису, вот, он был очень небольшой. В плане готовность за него платить. И нас, анализируя вот интерес того, что их действительно волнует, к тому, что действительно волнует, что позволяет им лишить их боль, так называемую, да, натолкнул на идею развития проекта немножко по-другому. И на основе этих проводов был сделан первый пивот, или поворот, если по-русски. О котором я расскажу в следующем выпуске. Спасибо за внимание. Это был Кирилл Рожковский. Первый выпуск пилотной хроники пикирующего стартапа. Пока.